День с толком В Барнауле под открытым небом открылась необычная выставка Николы Питерского. 250 новых рабочих мест должно появиться в этом году на шинном заводе в Барнауле. 40 из них открылись только благодаря запуску новой линии для изготовления шинной продукции. Наша съемочная группа сегодня побывала на этом запуске. Подробнее в сюжете. На этих кадрах новая страница истории шинного завода. Запуск агрегата «Дуплекс». Это еще одна линия производства. Новое оборудование предназначено для выпуска заготовок протектора и боковин на шины. Простыми словами, агрегат задает ходовые качества. Влияет на скоростные характеристики, износ шины. Стоимость «Дуплекса» 200 миллионов рублей. Окупаться такой агрегат будет около пяти лет. Сегодня мы были участниками, по сути дела, начала еще одного нового производства на оборудовании «Дуплекс». Новые рабочие места. Улучшенные показатели, в первую очередь, деятельности самого предприятия, самого «Нордекса». Экономические показатели. Кстати, в прошлом году здесь запустили 10 новых модель шин. В этом планируется еще 15. Сегодня завод поставляет свою продукцию не только в регионы России, но и в 36 стран мира. Мы производим уже на сегодня 300 номенклатурных единиц. 300. Это все различные шин, которые только существуют. Закладывался завод под 30. То есть изначально должно было быть 300, сейчас у нас 300. Цель 350. Запуск новой линии – лишь часть большого обновления на заводе. Сейчас здесь порядка 100 единиц техники ждут своего монтажа. Порядка 400 миллионов рублей вложено в подготовительный цех. Это линии сажеподачи, это линии аспирации. Аспирация позволяет уйти от пыления, аспирация позволяет собирать то, что сейчас уходит у нас в атмосферу. То есть на сегодня уже буквально недавно был распотребнадзор у нас, проводилась комиссия. Мы уже пришли к нормам. То есть если раньше мы уходили от этих норм, мы уже в нормах находимся. Благодаря тому самому дуплексу на предприятии уже появилось 40 рабочих мест. Всего же в этом году на заводе планируется набрать 250 новых работников. Ирина Корчагина, Николай Шелко, День с толком. Административные нарушения вынесены в отношении директора предприятия по добыче песка у известного СПА-отеля. Таков результат проверки прокуратуры Центрального района Барнаула, которую они организовали после нашего материала. В днем мы рассказывали, что в марте разрыли берег Аби рядом с известным СПА-отелем. Правоохранители установили, что общество с ограниченной ответственностью добывало песок, складировало его в промышленных объемах, но нарушая природоохранное законодательство. Так фирма не обеспечила соблюдение технических требований, проектов, планов и схем развития горных работ, а также не соблюдала правила пользования водным объектом. Сейчас директор предприятия должен устранить нарушения. Село разваливают на глазах. С таким заявлением к нам в редакцию обратились жители села Огни Усть-Калманского района. По их мнению, председатель местного кооператива рушит фермы, сокращает сельхоз площади и от градообразующего предприятия почти ничего не осталось. Дело даже дошло до суда. Подробности у Анны Рашагировой. За моей спиной сейчас находятся фермы СПК Огни. Здесь около 100 голов скота. В самом же хозяйстве работают около 75 человек. Однако некоторые из ферм превратились вот в такие вот развалины. Многие жители винят во всем председателя СПК. Так мнение односельчан разделилось на два лагеря. История началась в 2001-м, когда председателем СПК выбрали Татьяну Агафонову. Уже через несколько лет, говорят жители, она ликвидировала кооператив, обманным путем завладела его зданиями, землей и создала новый кооператив Огни. Это невыгодно, это невыгодно. Технику начали резать такую, даже с мастерской, которая выходила, отремонтированная. Мы начали ее направо-налево продавать, сдавать в утиль и все остальное. Сократили количество техники, а еще скота, говорят жители. От 20 тысяч гектар пашни осталось в пять раз меньше. Остальное поросло бурьяном. Многие пайщики вообще остались не у дел. А к выбору тех, чьи земли используют у людей вопросы. Удивительно, как Агафоновой удалось заключить договоры аренды, если на момент их заключения 12 арендодателей уже были мертвы. Еще больших умерло ко времени государственной регистрации договоров аренды в 2016 году. Это обращение к президенту. Жалобы пишут и местным властям. В Огнях есть инициативная группа из бывших работников кооператива, часть которых уволила Агафонова. Была направлена сюда комиссия, были районные, начали разбираться. К общему не пришло. Все, мы оказались в Рунаме. На два человека, которые ездили со мной к главе администрации, открыли уголовное дело. За клевету. Думать, что говорить в Огнях уже в привычке. Председатель и вовсе отказалась. Я вам говорю, ничего я говорить не буду. Я комментарии не даю. Я работаю. Понимаете? Вот у нас сейчас мой зам, мы сейчас обсуждаем вопросы с ним. Посевной, кормление рабочих и так далее. Вот это для меня важно. А вот со слов сына Татьяны, который работает здесь же, на его маму клевещут. Мол, разборки начались с приходом нового главы сельсовета, который заинтересован в появлении здесь кемеровского хозяйства. Кстати, бизнесмен из Кузбасса существует, но дать нам комментарий он не захотел. А в хозяйстве не согласны с тем, что должны отдавать предприятия приезжим. Надо забирать у хозяйства земли. Хотя земель вокруг достаточно. Ему нужна именно земля хозяйства. И желательно, скорее всего, вместе с хозяйством. Потому что не надо строить свою инфраструктуру. Кстати, рабочие предприятия не верят, что ферма рушится. Перечисляют, здесь есть мастерская, такая техника, даже есть вакансии, но пустуют. А на доводы, что предприятия на жилое имущество обманом, говорят, документы все есть. Если бы не было у СПК документов, мы бы не зарегистрировались. У нас зарегистрировано предприятие в налоговой. Во всех службах. У нас там и УГРН, и там такая пачка. Глава сельсовета Алексей Черныш, который рассказал о желающем купить ферму кемеровском бизнесмене, говорить на камеру отказался. Сейчас историю огневцев рассматривают в суде. Агафона обвиняют в мошенничестве, захвате земли и имущества. Судья и должен установить, есть ли основания для тяжб или все дело в личной неприязни, которая может остановить городообразующее предприятие. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов, День с толком. В правительстве планируют уже в этом сезоне ввести кэшбэк на путевки в детские лагеря вплоть до 50%. Для этого нужно будет обладать картой МИР. И по подсчетам правительства, этой услугой смогут воспользоваться родители 357 тысяч детей. Предложения будут доступны со второй половины мая. Впрочем, это не первая новость сезона. Но главное, что летние лагеря будут, но с учетом некоторых ограничений. Каких и как будет проходить смена, знает Дмитрий Дроздов. Детские лагеря Алтайского края этим летом работать будут, но есть ряд ограничений. Во-первых, наполняемость 75%. Это максимальная загрузка лагеря. Во-вторых, изменена подача заявок. В этом году все намного проще в режиме онлайн. Родителям нужно зайти на сайт «Заявка 22». Несколько минут и путевка забронирована. Лето в лагерях ждут как дети, так и их родители. Прошлый год нас, конечно, очень разочаровал. Ребенку было очень скучно. Нечем было заняться. Совсем неинтересно. И, конечно, в таком ожидании лета, ожидании лагеря. Очень хочется все-таки, чтобы лето было позитивным. Таким лето будет уже не для всех. Жертвами пандемии в 2020-м стали 7 лагерей нашего края, сообщил региональный министр образования Максим Костенко. В этом сезоне они не откроются. Бюджет компании подорван. И привести в норму материально-техническую базу не на что. Но остальные 53 уже вовсю готовятся к предстоящему сезону. С учетом новых правил. К примеру, кровати в корпусах будут расположены с учетом социальной дистанции. Все сотрудники на протяжении смены теперь не смогут покинуть лагерь. Впрочем, как и дети. Разница между сменами будет не менее двух дней. Для того, чтобы успеть обработать полностью санитарные нормы, все соблюсти. Обязательно ежедневная термометрия будет производиться. Санпропускник должен работать на территории каждого из лагерей. Ну и медицинское обслуживание круглосуточное. Что касается продолжительности смен. Если речь идет про оздоровление, то продлятся непривычные 21 день. Если это лагерь отдыха и досуга, то короче всего 14 дней. Старт кампании для санаторных организаций планируется 1 июня. Загородных лагерей 7-го. Все меры безопасности, как подготовительные, так и в момент уже нахождения ребятишек будут соблюдены в полной мере. Это значит, что будут программы образовательные, воспитательные, развлекательные, достаточного уровня. Минимально достаточного. А где-то и выше. Сейчас один из самых часто задаваемых вопросов, говорят в лагерях, про дискотеку. Она будет на открытой уличной площадке. Перед всеми лагерями стоит интересная задача, каким образом вставить в 14 дней смены самые яркие, самые интересные мероприятия. Поэтому по мероприятиям в этом году, я думаю, будут все смены очень яркие и интересные. Потому что мероприятия будут большую часть проводиться на улице, на открытых помещениях. Если в закрытых помещениях общелагерных масштабных мероприятий, конечно, в этом году не будет. Остается практически месяц до запуска летней кампании. В майские праздники многие лагеря Алтайского края пройдут субботники и протравят клещей. Ко всем требованиям Роспотребнадзора они уже готовы. И после этого останется дождаться самого главного. Конечно же, это детей. И мы надеемся, что этим летом проведению летних лагерных смен ничего не помешает. Даже такая немного пасмурная погода. Дмитрий Дроздов, Николай Шилко. День с толком. Одна из крупнейших алтайских школ кикбоксинга «Стик» на пороге новоселья. Старая бойлерная, которую она получила в аренду, постепенно превращается в просторный спортзал. Этот проект объединил депутатов, чиновников, промышленников, родителей, спортсменов и бывших воспитанников «Стика». В сентябре, если все пойдет по плану, юные спортсмены будут тренироваться в современных, а главное, безопасных условиях. На каком этапе работы, расскажет Анастасия Дороган. Вот таким свой будущий дом школа кикбоксинга «Стик» получила осенью 2020-го. Это помещение ей предоставила мэрия после того, как спортивным секциям запретили заниматься в подвалах многоэтажек. Аренда безвозмездная – это плюс, ремонт за свой счет – это минус. Все, что можно, родители решили делать сами. Ломали перегородки, вывозили мусор. А так помещение выглядит сейчас. Игорь сам – воспитанник школы кикбоксинга «Стик». Здесь на подхвате помогает плотникам. Интересно, что потом будет, к чему это все приведет. Пока что процесс виден. И вообще всегда интересно как бы подноготную видеть. Последний этап масштабных работ – укладка деревянного покрытия. Пол выравнивает припад высоты, который в некоторых местах достигает 18 сантиметров. А вот это гидрошумоизоляция. Пол весь идеальный ровный. Ну, естественно, покрытие деревянное – это, опять же, особенности. Амортизирует и антитравма практически. А главное – детский сустав. Да. Преображение помещения с самого начала курируют депутат Госдумы Александр Прокопьев и президент Федерации кикбоксинга «Края» Вячеслав Перерядов. Они сами стали благотворителями этого проекта и привлекли к нему своих коллег и партнеров. Этот проект начинается и, собственно, продолжается как добровольный. И он формировался и начинался вообще без бюджета. И вот сейчас он выходит на финишную прямую. И, конечно, в ходе его реализации возникало достаточное количество проблем. Но могу сказать, что ничего не делалось здесь в ущерб качеству. Все по самым высоким стандартам. У нас еще впереди фактически четыре объекта, которые мы хотели бы реализовать в подобном формате. Как я уже сказал, основа этого формата – это доступная спортивная среда. Как правило, эти объекты находятся внутри жилого массива. И это позволяет безопасно приходить на тренировку детям, не переходить дорогу. Мы планируем, чтобы свой спортивный дом обретут порядка тысячи детей. Радость, что у нас будет такой светлый зал, что мы не будем там в темноте и в подвалах находиться. А здесь в светлых, теплых, уютных, больших залах ребятишки занимаются. Что здесь есть возможность больше привлечь ребятишек. То есть там не 15-20 человек, а группа наполняемость возможная и 30 человек. Кстати, недавно школа выиграла краевую субсидию и сможет оплатить коммунальные платежи. Хорошее дополнение к безвозмездной аренде. Решенный жилищный вопрос наверняка скажется и на спортивном. Комфортный зал поможет полностью сконцентрироваться на результате. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. Городостроительный совет Барнаула попросил разработчиков проекта будущего ЦУМа внести в эскиз ряд изменений. Напомним, на днях были представлены фотографии с изображением нового универмага. По задумке потенциального застройщика, у здания ЦУМа должна появиться подземная парковка, несколько этажей гостиницы, спа-салон, внутренний дворик, облагороженная территория. Заказчиком выступает бизнесмен Евгений Ракшин. По его словам, проект выполнен по подобию здания гостиницы в Милане. Это не живой дом из силикатного кирпича, покрашенного краской, на котором можно было бы заработать хорошие деньги. Это здание, скорее, уважение к своему городу и желание сделать его лучше, красивее, привлекательнее, как для жителей Барнаула, так и для приезжающих сюда гостей. Надо учитывать существующие линии застройки и относиться к этим линиям застройки профессионально, а не с позицией строителя или инженера. Значит, надо относиться с позицией градостроителя, с позицией профессионального архитектора. В городсовете подчеркнули, что не против изменений на этом месте, но попросили застройщика доработать проекты. Например, продумать, как будут проходить потоки пешеходов, автомобилей и ряд других моментов. Прививки в тренде. Во всяком случае, у алтайских школьников сегодня. Таков результат мастер-классов медколледжа для подростков, которые планируют стать врачами. Валентина Аскерова познакомилась с будущей медицины. Теперь берем от себя, под эту заворачиваем вот так вот, назад и локданоматываем. Девятиклассница Екатерина из Аллейского района схватывает на лету. Сегодня впервые в жизни. Перевязывает рану. Отрабатывает навыки на специальном манекене. К медицине душа у Кати лежит с детства. Я очень такая жалостливая и люблю всем помогать постоянно. Поэтому я решила тут попомочь в лечебном деле. Наложение шин, повязок, подкожные и мышечные инъекции, антропометрия. Сестринское дело – одно из самых популярных направлений среди абитуриентов. В особом приоритете у сегодняшних школьников именно прививки. На поршень. И спускаем лекарство. Особенно популярны эти мастер-классы. Особенно подкожные инъекции. Все хотят поработать на фантомах. Абитуриенты будущие. Очень популярно. Видимо, в связи с повышенным вниманием сейчас эпидситуация такая. Прививки ставят все. И все хотят поучаствовать в этом мастер-классе. Все. Но девочек все же больше. Мальчиков пересчитать по пальцам. У девочек, наверное, сердце добрее. Вообще более такое. Крепче. Да, каменные. Вообще пошел, ну как сказать, стоматолога. Зуботехника для того, чтобы лепить зубы. Нравится лепка. У меня дядя занимается этим. Я у него учусь. Спустя год после начала пандемии мода получить врачебную профессию все еще растет. Возможно, так и получится сократить дефицит кадров в этой сфере. По данным на апрель этого года, в отрасли не хватает двух с половиной тысяч специалистов. Острый дефицит терапевтов и педиатров. Но уже в этом году медвуз региона должен выпустить вдвое больше врачей, чем обычно. Валентина Аскерова, Николай Шелков. День с толком. Необычная выставка открылась в Барнауле под открытым небом. В сквере по улице Сергея Ускова установили целый ряд картин местного художника Николы Питерского. Автор картин сказал, что решил заполнить уличную пустоту красивыми галереями. На них необычный взгляд на привычный Барнаул. Гарри Поттер в арке на Ленина. Фуникулер, ведущий на Нагорный парк. Мотодор на фоне сибирских пейзажей. Посредством картин автор хотел показать людям, что мы сами можем сделать город лучше. Кроме того, на выставке есть и портреты известных личностей. Есенина, Маяковского, Высоцкого. Такой показ автор, кстати, проводит не впервые. Экспозиция продлится до воскресенья, а на следующей неделе, возможно, переедет в центр Барнаула. С 28 апреля в Край вводится особый противопожарный режим. Его цель – не допустить появления открытого огня на лесных участках. А приходит он туда в том числе с горящих полей. Как сообщает Минприрода региона, только за прошедшие выходные пострадало 11 участков земли лесного фонда Края общей площадью почти в 10 гектар. Особый противопожарный режим предполагает ряд ограничений и запретов. В частности, в лесах запрещается жечь костры. А при третьем классе пожарной опасности выход в лес полностью запрещен. Это же касается въезда в лес транспорта, кроме пожарной техники. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Не забывайте телефон нашей редакции 205-545. Далее прогноз погоды. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok